На коллегии департамента потребительской сферы собрались ведущие специалисты отрасли Кубани. И не только, чтобы поздравить друг друга с профессиональным праздником. Встреча носила деловой характер. Это и подведение итогов, и планы на будущее. Сегодня торговый бизнес находится в активной стадии модернизации. Нам очень важно, чтобы эта модернизация, так называемые новые магазины, объекты, они были в строгом соответствии с теми требованиями, которые мы сегодня предъявляем в вопросах градостроительства, в вопросах единого архитектурного облика, в вопросах наличия и закупки технических средств, оборудования торгового, холодильного, которые соответствуют лучшим мировым стандартам. Мы хотим ориентировать малый бизнес для того, чтобы они грамотно, квалифицированно реабилитали самое лучшее, которое потом отражалось на результатах их бизнеса. Вице-губернатор Краснодарского края Джамбулат Хотоов отметил особую роль потребительской сферы Кубани, которая значительно влияет на экономику края. Торговая сеть получит дальнейшее развитие. Все больше появляется супермаркетов шаговой доступности. Сегодня они востребованы временем. Нужны и новые стандарты бытового обслуживания, особенно в сельских регионах. Общественное питание тоже ищет новые пути развития. И здесь в Сочи как показатель в работе динамично развивающейся потребительской сферы. Розничный товарооборот только в прошлом году превысил 130 миллиардов рублей. А во время подготовки к зимним играм был задан и новый темп в работе. В течение 7 лет мы готовились к Олимпиаде. Это, конечно, новые должны были показатели, показатели качества обслуживания. Новые сети у нас появились. И, конечно, то, что мы предоставили вместе с нашими предпринимателями, нашим отдыхающим, нашим олимпийским туристам, это были прекрасные условия, созданные в городе для торговли, для обслуживания. И сейчас мы видим, что на 50% больше отдыхающих приехало в город Сочи. Сегодня покупатели больше привлекают сетевые гипермаркеты и молы, обустроенные рынки. Около 4 тысяч предприятий сферы торговли и услуг внедрили в форму безналичного расчета по пластиковым картам. За 5 лет количество рабочих мест на объектах потребительского рынка увеличилось более чем в 2,5 раза с 14 до почти 38 тысяч. А впереди принятие новых нестандартных решений для дальнейшего привлечения инвесторов и пополнения городской казны. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.